МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «События» в студии Алексея Кошелев. Коротко о главном. Во всеуслышание в Пензе прозвучал сигнал тревоги. Согласно плану масштабных учений. Глубоко копнули. Пруд на реке Инри в Бессоновском районе приводят в порядок. Мы надеемся, что это будет такой достопримечательности снова села Чмодановки. Квартирный вопрос. Губернатор вручил сельчанам жилищные сертификаты. В течение двух дней в нашей области проходили командно-штабные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком. Согласно легенде, на фоне резкого повышения температуры произошло активное таяние снега и значительный подъем уровня воды в реке. В результате в Пензе в зоне затопления оказались 130 жилых домов. В ходе ликвидации условного ЧАЭС было отработано взаимодействие сотрудников МЧС, полиции, специалистов медицины, катастроф, работников ресурсоснабжающих и коммунальных организаций. Они должны были показать хорошую теоретическую и практическую подготовку. Также в рамках учений в областном центре прозвучали сирены. Павел Лютов о том, насколько тревожной была обстановка. В точно указанное время, в 10 часов 40 минут утра, в Пензе заработала система оповещения населения при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях. Это один из этапов командно-штабных учений, которые проводятся на территории всех регионов Российской Федерации. Мне не страшно, потому что я предупреждена и информацию получаю от телевизора. Так что я не боюсь, меня это не пугает. Все нормально. Но это же не первый раз, это периодически у нас происходит рабочий момент, тренировка. Я вчера по телевизору предупреждение уже слышала, поэтому я не удивилась. Элементы системы оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций установлены в разных районах Пензы. Больше всего их в центре. На Фонтанной площади, здесь сквере Пушкина и вот на улице Славы 7, сирены. Совершенствуется система. В прошлом году проводили мероприятие, в этом году доводили до ломашки. Лучше был охват населения. Нормально слышно, я был на улице Славы 7, все замечательно, записал на телефон. Крупномасштабные учения проходили в России в течение двух дней. Спецслужбы отработали навыки взаимодействия и реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в паводковые и пожароопасные периоды. Совершенствовали действия по ликвидации последствий прохождения весеннего половодия и тушению природных возгораний. В Пензенской области в 2024 году планируют увеличить объемы посевных площадей на тысячи гектаров. Это в перспективе позволит загрузить растущие мощности перерабатывающих предприятий, обеспечить жителей продуктами питания и излишки направить на экспорт. Об этом шла речь во время рабочего заседания, которого возглавил губернатор. Впрочем, собравшись, обсудили и другие вопросы об одной из наиболее острых проблем в следующем материале. Губернатор раскритиковал работу экономического блока регионального кабинета министров. Результаты действий территории опережающего развития за 2023 год Олега Мельниченко не удовлетворили. В области сейчас два таких образования в Заречном и в Сердобске. Там особый правовой режим ведения бизнеса, что позволяет инвесторам запускать новые и модернизировать уже существующее производство с применением налоговых льгот и различных административных преференций. В настоящее время на территории опережающего развития Пенинской области зарегистрировано 22 резидента. Это в Заречном 15, в Сердобске 7. В том числе 6 резидентов привлечены в 2023 году. За прошедшее создание территории опережающего развития время объем привлеченных инвестиций составил более 3,5 миллиарда рублей. Создано 926 новых постоянных рабочих мест. Планируется создать еще более 600 новых рабочих мест. Министр экономического развития и промышленности области добавил, что в настоящее время ведется работа по расширению границ Тор-Заречный. Туда прибавится 71 земельный участок общей площадью 119 гектаров. Это позволит включить в число резидентов еще 10 инвесторов. А вот с Сердобским возникли проблемы. Они связаны со строительством подъездной дороги. Проектно-сметная документация не разработана. Это ни шатка, ни валка все у вас. Олег Иванович, город прорабатывал с проектировщиками, но предварительно от 50 до 70 миллионов рублей. Слушайте, вы понимаете, разбег от 50 до 70. То есть у вас разбег 20 миллионов, да, получается. Интересный у вас разбег. Вы шикарно живете, по всей видимости. Средства вы не считаете, значит, бюджетом вы не занимаетесь. Хотя, в принципе, вы должны бюджет наполнять. Это ваша задача. А у вас разбег, да, от 50 до 70. То есть 20 миллионов туда, 20 миллионов сюда, да. Интересно. Это называется бесхозяйственность при таких разбегах. Сопровождение этого проекта глава региона назвал неудовлетворительным. Не получил губернатора ответа на вопрос о конкретных финансовых источниках покрытия расходов. Вообще экономический блок работает пока безобразно. Мы для чего создаем эти инвестиционные проекты? Для того, чтобы их постоянно кормить, что ли? Пока вот то, что я сейчас слышу при рассмотрении этого вопроса по ТОРам, ну это детский лепет. Это даже не первый класс. Это какая-то там средняя группа детского сада. Все сводится к одному. Денег дай. А инвестиционные проекты, извините, это возвратные проекты. Они должны приносить дополнительные доходы в бюджет субъекта Российской Федерации. Также губернатор подчеркнул, что налоговый эффект не должен быть меньше, чем предполагаемые денежные вложения в создание инфраструктуры для территории опережающего развития Сердобск. Но, конечно, есть в экономике региона и положительные примеры. О тех, на кого нужно равняться, сегодня говорили уже на заседании Ассоциации промышленников. На совещании речь шла об итогах работы предприятий региона, а также планах на будущее. Губернатор Олег Миличенко отметил, что наши заводы и фабрики смогли быстро адаптироваться к сложившимся экономическим условиям и добиваются хороших показателей. По отдельным направлениям удалось улучшить их более чем значительно. Так, в два раза выросло производство автотранспортной отрасли. Лекарства и медицинских изделий в Пензенской области выпустили на 65% больше. Почти настолько же увеличилось количество сделанной в нашем регионе мебели. Среди передовиков также поставщики бумаги и изделий из нее. А чуть позже в правительстве Пензенской области состоялось торжественное вручение сертификатов на улучшение жилищных условий работникам сельхозпредприятий и социальной сферы, которые проживают в селах региона. В эту среду документы получили 15 семей. В родной Бессоновский район Анна Новикова вернется с твердой уверенностью. Теперь собственная квартира у нее и ее сына Ильи будет. Девушка работает на агропредприятии. По программе комплексного развития сельских территорий она получила жилищный сертификат. Семья – это я и ребенок. Работа очень нравится. Сельское хозяйство. Неожиданно, конечно, что так получилась судьба, что я работаю в сельском хозяйстве, но вполне все устраивает. На этот раз сертификаты получили 15 человек. Это не только аграрии, но и педагоги, медики, социальные работники, а также семьи участников специальной военной операции, многодетные. В этом году мы будем обладателями собственного дома в родном поселке Тамала. Мы очень счастливы. Главное условие программы – чтобы семья осталась в селе. Направить средства сертификата можно на улучшение условий только в том районе, где получатель проживает. В течение ближайших шести лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости. Для этого, безусловно, будут приниматься дополнительные меры регионального и федерального уровня. Программа комплексного развития сельских территорий в Пензенской области действует с 2020 года. За это время такие жилищные сертификаты получили 115 семей. Самовольные постройки выявить и убрать с улиц областного центра – такова задача максимум. Речь идет об объектах, которые находятся на муниципальной земле. Впрочем, быстро решить проблемы порой не получается. Иногда приходится обращаться в суд, но и это не помогает. Ольга Сайганова выяснила причины возможные решения проблемы. Точка поставлена сразу для всех архитектурных нелегалов. В каждом иске, который мэрия подает в суд, теперь четко прописывается. Администрация имеет право нанять подрядчика и снести объект, если его признают незаконным. Ранее такой пометки не было. Хозяева этого кафе на улице Ульяновской игнорировали требования правосудия с 2016 года. Ни одно нарушение не останется незамеченным, особенно если, как в этом случае, площадь самовольной постройки больше 450 квадратных метров. Суд уже запретил хозяевам кафе заниматься здесь любым видом деятельности, однако те подали жалобу. Тяжба многолетняя, но в мэрии уже придумали механизм решения подобного рода задач. Пока владельцы выплачивают по 2000 рублей за каждый день просрочки выполнения судебного решения о сносе. Если штрафы не вносить, земельный участок арестуют. Это тоже инструмент, который теперь будет применять мэрия. В конечном счете все самовольные постройки пойдут под ковш. Это механизм дополнительной меры воздействия, так сказать, косвенного принуждения. Принято заключение о том, что администрация города Пенза, возможно, сама своими силами имеет право произвести снос. А это уже микрорайон «Маяк». С первого взгляда и не скажешь, что магазин работает. Настолько запущено его состояние. Он тоже построен самовольно. Я думаю, комплексное применение этих инструментов создаст такой достаточно адекватный механизм реагирования со стороны тех, кто возводит незаконные объекты на вступившие в силу решения суда. Раньше как бы на принудительном исполнении не было. Поэтому администрации приходилось обращаться за изменением способа порядка еще в рамках исполнения уже. А вот такая практика, на наш взгляд, она как бы ускорит, возможно, сроки. При этом счет за проделанные работы, то есть снос, выставят владельцам. Глава города поручил районным администрациям совместно со службой судебных приставов осмотреть все самовольно возведенные здания и подобрать меры воздействия для каждого индивидуально. В 2012-м представители Ассоциации юристов России учредили корпус за чистые выборы. Общественное движение наблюдателей активно влилось в подготовку к выборам того же года. И тогда же стало ясно, как велика польза волонтеров. За прошедшее время пензенские общественные наблюдатели отработали 10 избирательных компаний и референдум. Их главная задача контролировать соблюдение законных прав электората. Избирательная компания 2024-го не исключение. В общественной палате Пензенской области сегодня обсуждали деятельность наблюдателей. Независимые наблюдатели будут работать на всех избирательных участках Пензенской области. Более трех тысяч волонтеров общероссийского движения «Корпус за чистые выборы» обеспечат открытость, легитимность не только процесса голосования, но и всех подготовительных мероприятий. На заседании комиссии областной общественной палаты по развитию информационного сообщества говорят о наблюдателях и той роли, что на них возложено. Особенно сейчас, когда наша страна противостоит беспрецедентному внешнему давлению и санкциям. Главным инструментом противодействия и противоборства вот этому информационно-психологическому прессингу является распространение нашими медиаресурсами правдивой и достоверной информации, основанной не на мнениях диванных политологов и записных интернет-экспертов. Достоверная информация, основанная с привлечением квалифицированных профессиональных специалистов. Центр управления регионом отмечает увеличение количества вбросов ложных сведений и прилагает все усилия по опровержению фейков в социальных сетях. ЦУР, взаимодействуя с общественной палатой области, обучил наблюдателей, как противостоять прессингу. Члены штаба по независимому наблюдению за выборами прошли подготовку и подтвердили знания. Команда волонтёров из Пензенской области по результатам тестирования в десятке лучших в стране. С 15 по 17 марта будет работать ситуационный центр. Его задача – координация действий наблюдателей, доведение полноценной открытой информации о ходе голосования до избирателей. В случае выявления нарушений на каких-либо участках, это сразу же фиксируется. Наблюдатель сообщает своему координатору. На участок приезжает мобильная бригада. Данный факт нарушения, соответственно, передаётся в территориальную избирательную комиссию и избирательную комиссию Пензенской области, чтобы полноценно данную ситуацию верифицировать и принять правильное решение в соответствии с действующим законодательством. Кстати, деятельность общественных наблюдателей неоплачиваемая. Я считаю, что это долг гражданина, вообще участвовать в жизни своей страны. Работа общественного штаба по независимому наблюдению за выборами строится на основе так называемого «золотого стандарта». Он создан общественной палатой страны. В его основе актуальные нормы избирательного законодательства. Цели, которые ставятся, частота выборов, их легитимность будет достаточно на высоком, хорошем уровне. И пожелать всем нам удачи. В областном суде огласили приговор четырём жителям региона, которых признали виновными в совершении диверсии. Они поджигали объекты на железной дороге. Злоумышленников по горячим следам задержали сотрудники регионального управления ФСБ. В продолжении темы. Беспрецедентный случай в истории судебной системы региона. Впервые в Пензе вынесен приговор диверсантам, которые нарушили работу железной дороги. На скамье подсудимых несовершеннолетний и трое его друзей – студенты колледжа и вуза. В конце декабря 2022 года они подожгли релейный шкаф входного светофора и пост секционирования контактной сети. В результате действия подсудимых наступили общественно опасные последствия в виде разрушения стратегически важных объектов. Была создана угроза жизни, здоровья и безопасности граждан. У АОН и РЖДМ причинен имущественный ущерб на сумму более 640 тысяч рублей, который был полностью возмещен до вынесения приговора. Злоумышленников задержали по горячим следам. Выяснилось, что диверсию они совершили за деньги по указанию неустановленного следствием лица. Действия этой группы были направлены на разрушение и повреждение стратегически важных объектов, влияющих на беспребойное движение поездов, перевозящих экономически значимые и военные грузы, спецтехнику, поставляемую в зону проведения СВО. Один из подсудимых отрицал свою вину, остальные – нет. В результате самый младший диверсант приговорен к реальному сроку. На основании части 3 статьи 69 Украинской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Трое других осужденных приговорены к 11 годам лишения свободы. А вот 32-летний житель Пензы предстанет перед судом за воровство со строительной площадки. Он решил поживиться за счет рабочих, которые трудились на объекте. Несколько дней наблюдал за тем, куда люди прячут ключ от вагончика, где оставляют личные вещи. Тщательно изучив все детали, отправился на дело. Когда все уходили, он проникал в строительные вагончики и похищал оттуда денежные средства. Полученный незаконным способом деньги, мужчина тратил на личные нужды. Полицейский проводит проверку о возможной причастности подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории города Пенза. Общая сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы, пока же он находится под домашним арестом. Три десятка дорожных аварий с участием пешеходов произошли в Пензе всего за два последних месяца. В результате 31 человек получил травмы различной степени тяжести. С целью предупреждения таких ДТП госавтоинспекторы регулярно проводят профилактические рейды. Главная задача проводивших мероприятий это повышение культуры пользования пешеходным переходом со стороны всех участников дорожного движения. С начала года в отношении водителей, которые не пропустили пешеходов в зоне пешеходного перехода, было составлено более 700 административных материалов. И более 2000 административных материалов в отношении нарушителей пешеходов. Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными у пешеходных переходов. Водителям не забывать о необходимости снижать скорость, а пешеходам при переходе дороги удостовериться, что их пропускают. К другим событиям жители Чемодановки с интересом наблюдают за работой тяжелой техники и строят смелые планы на будущее. В селе специалисты приводят в порядок пруд. Это популярное место отдыха, но там ни разу не проводили работы по благоустройству. Теперь ситуация изменится. Это далеко не строительная площадка. Спецтехника задействована на водном объекте. На 85% выполнены работы по расчистке ложа пруда на реке Инра в Чемодановке. Он существует в селе более 45 лет. За последние десятилетия вообще здесь расчистка не проводилась. В связи с чем родники заилились, образовалось большое количество донного ила, что привело к цветению воды, образованию неприятных запахов, зарастанию камышом, болотной растительностью, но и полностью деградации водного объекта. Оказаться на дне не так уж и страшно. В рамках этой государственной программы убирают донные отложения искусственного водоема. А вот плотину русловую, которая находится за моей спиной, трогать не будут. Специалисты оценили ее состояние как удовлетворительное. Она состоит из двух пролетного сооружения водосбросного и донного водовыпуска. При помощи плотины испускали воду с пруда и будут набирать ее так же, когда завершат все работы. По контракту до 1 декабря 2024 подрядчик должен справиться с поставленной задачей. Кстати, все, что здесь делают, а пруд находится недалеко от жилого массива, происходит на глазах у местных. Они считают искусственный водоем жемчужиной села. Здесь практически детство у всех, наверное, было. Там очень хорошо здесь было все. Все мы здесь выросли на этом пруду. Дискотеки здесь были. Одно время здесь были танцы на воде. Надеемся, что это будет такой достопримечательностью снова села Чемодановки. Жителям очень важен этот пруд. Здесь как бы и рыбаки постоянно сидят, и рыбы было много. Так что надеемся, что все работы будут выполнены в срок, что пруд у нас заполнится, и люди останутся счастливы от того, что у нас появился чистый пруд. Все отложения отвозят на специальную площадку. Она в 4 километрах от пруда. Сам же он после очистки дна должен стать привлекательнее и чище. Специалисты рассчитывают, что забьют подземные родники, которые были затянуты илом и тиной. Более 11 миллионов рублей выделено на то, чтобы водоем получил вторую жизнь. Соревнований такого масштаба в нашем городе не проводилось около 10 лет. И вот сейчас Пенза принимает участников первенства Приворского федерального округа по боксу среди юношей 2008-2009 года рождения. Этот турнир проходит в рамках празднования 100-летия бокса в Пензенской области. Пенза встречает лучших. Парад участников открывает первенство Приволжского федерального округа по боксу в областном училище Олимпийского резерва. На берегах Суры подобные соревнования проводились уже очень давно. Поэтому мы сегодня считаем, что это некий прорыв в области бокса и развития бокса, федерации бокса. За победу в разных весовых категориях будут бороться 183 спортсмена, представляющие все регионы Приволжского федерального округа. Честь Пензенской области защищают 23 боксера. Конкуренция серьезная. Здесь у нас происходит сейчас двойной отбор. То есть у нас отбор на финал спартакиады учащихся. Первое и второе место отбираются на Россию. Она будет проходить, планируется в Ульяновске. Это одни из важнейших соревнований спартакиады, которые проводятся раз в два года среди учащихся. Оценивают участников именитые гости турнира. Среди них легенда советского и российского спорта. Один из самых титулованных атлетов за всю историю отечественного бокса. Чемпион мира, обладатель Кубка мира, трехкратный чемпион Европы, пятикратный чемпион Советского Союза Василий Шишов. Он пример для подражания как для опытных бойцов, так и для тех, кто только начинает свою карьеру на ринге. Родители бывают говорят, что бокс – это травматичный вид спорта. Бокс – он вообще не травматичный вид спорта. И он занимает по всем видам спорта, который у нас в России есть, предпоследнее место, а может даже последнее место, после шахмата. Бокс – это искусство. Тому учат защищаться в первую очередь. Так что все записывайте бокс. Ну а имена победителей первенства Приволжского федерального округа по боксу среди юношей 2008-2009 года рождения станут известны 9 марта. Между тем, пензенские лыжники успешно выступили на чемпионате и первенстве России по спорту глухих. Состязания впервые прошли в Республике Коми. Участие в них приняли более 60 человек из 12 регионов страны. Альбина Байшева пообщалась с призерами турниров. Инструктаж перед тренировкой. В этом году можно приступать к оттачиванию мастерства на трассе. Воспитанники областной спортивно-адаптивной школы готовятся к спартакиаде. А на днях они вернулись в чемпионат и первенство России среди глухих, где выступили триумфально. Алекс Зюзюлькин на дистанции 1,4 километра с свободным стилем завоевал бронзовую медаль, пропустив вперед лишь хозяев гонки, представителей Республики Коми. Соревнованиями я доволен, участвовал в спринте. Борьба была тяжелая. На трассе было непросто, но занял третье место в финале. Он очень доволен своим результатом. Всего в состязаниях принимали участие более 60 спортсменов из 12 регионов. Валерий Тетекин для себя выполнил главную задачу, подтвердил звание кандидата в мастера спорта. В первый день классическим стилем он занял четвертое место, немножко не дотянул. В эстафете, в смешанной, там выступали три региона, Карелия, Пенза и Москва. Они заняли первое место. И этим самым он подтвердил свое звание кандидата в мастера спорта. Как отмечает тренер спортсменов, завоеванные медали наших ребят – это результат ежедневных многочасовых тренировок. Подготовку начинают задолго до соревнований. Мы начинаем летом тренироваться. Сначала на роликовых лыжах весь летний сезон. Это большой, большой объем тренировок. Это много сил дети отдают. Тренировки разные и с подъемами есть, и зимние, и летние. Много сил отдаем. Впереди еще один старт сезона. Спартакиада среди глухих. Там у пензенцев есть хороший шанс и пополнить свою медальную копилку. И таковы все основные события к данному часу. Еще больше новостей на нашем сайте. Всего хорошего. До встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.